Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о поздней посадке садовой земляники. Традиционными сроками посадки земляники в умеренной зоне является конец июля и где-то до 25 числа августа. Однако на сегодняшний день, ну даже не на день, а в последние года, осень стоит такая теплая, а в августе месяце бывают и засухи, что поздняя посадка в первой половине сентября также является вполне рациональной. Земляника вполне успевает укорениться за сроки наступления холодов и заморозков, перезимовывает и вполне хорошо себя чувствует и дает хороший урожай уже в первый год после посадки. Землянику я буду сажать на высокие грядки. Длина грядки у меня 4 метра, ширина 100 сантиметров. Стандартная схема, когда между растениями остается примерно 20 сантиметров в ряду, а между ряде где-то 60-70 сантиметров, позволяет мне здесь посадить землянику в две строчки и как раз в каждой строчке окажется по 20 растений. Поэтому я выбрал для себя 4 сорта, каждого из которых буду высаживать по 10 штучек саженцев. Эта сорта, если кому-то интересно, я назову. Первый сорт будет у меня кимберли, в принципе хорошо известный голландский сорт, очень хорошо себя зарекомендовал в широком диапазоне условий выращивания. Еще один сорт – это Флоренс, это поздняя земляника с крепкими ягодками, очень хороша, с разными сроками земляника, хороша, если вы хотите продлить сроки сбора такой земляники. Ну, ремонтантная, конечно, очень помогает королеву Елизавету, многие знают. Еще один сорт – это Азия, новый для меня сорт, я его еще никогда не испробовал и даже не видел. И, конечно же, Вимазанта – моя любимица, я ее неоднократно видел в разных условиях и, конечно, ее здесь посажу. Что из себя представляет деляночка, которую я буду высаживать? Это хорошо укоренившиеся усы, снятые со специальных посадок. Что такое специальные посадки, я вам сейчас расскажу. Дело в том, что многие меня спрашивают, какие же усы лучше брать для посадки. Первого порядка или второго порядка там и так далее, да, снятые от материнского растения. Ну, конечно, в этом вопросе есть определенный смысл, потому что иногда при поздних сроках посадки вот усы первого порядка уже успевают очень хорошо укорениться, дать очень крупные растения, которые, как многие переживают, достаточно сложно приживаются. Ну, естественно, чем более молодое растение, тем лучше оно приживается. В то же время, слишком молодые растения, более далекого порядка, они обладают слабой корневой системой, поэтому их не рекомендуют брать, они более слабые. Я вам скажу так, что если вы высаживаете в ранние сроки, то вы можете брать первого порядка усы. Если в поздние сроки, так как я сейчас высаживаю, то можно брать и последующего. Дело не в том, какого они будут порядка, а дело в том, что они должны быть хорошо развиты. Они должны иметь вот несколько рожков. Рожки – это вот эти почки, которые здесь внутри. Вот у меня раз-два рожка. Это хороший стандартный саженец. Должны иметь хорошую, мочковатую, развитую корневую систему, ну и 4-5 листиков. В этом случае это будет самый лучший саженец для того, чтобы использовать его для получения хорошей и продуктивной посадки. А какого это порядка, это уже не имеет существенного значения. Вообще снимать вот такие вот деленочки, саженцы, земляники, клубники с плодоносящих участков является не самой лучшей идеей. Поскольку землянику надо менять в таких вот приусадебных условиях хотя бы каждые 4-5 лет, а еще лучше каждые 3-4 года, поскольку участок выращивания земляники накапливает значительное количество и вредителей, и болезней. И даже с помощью химических средств борьбы и биологических не так легко очистить этот участок. Так вот, очень хорошо иметь небольшой участок, где вы посадите 5-6 растений земляники специально для получения посадочного материала. На этих участках вам необходимо удалять все бутоны, образующиеся ягоды, цветки для того, чтобы вызвать усиленное образование вот таких вот саженцев. Вы можете купить одно-два растения понравившегося вам сорта в садовом центре за деньги, может быть даже за дорого, посадить его у себя на участке, зная, что через год-два вы будете делать замену посадки. И к этому времени вот на таком участке вы можете подрастить 5-6 маточников уже из этого исходного растения, с тем, чтобы получить значительное большое количество вот таких вот саженцев. Усы по мере отрастания от материнского растения надо пришпиливать, немножечко присыпать землей для того, чтобы к сезону посадки они сформировали вот такие вот красивые деленочки. Откровенно вам скажу, что это не я выращивал, да, то есть я в надежном питомнике получил вот эти вот саженцы. Но несмотря на то, что я их получил в надежном питомнике, я их все равно хочу обработать против нематоды. Нематода является просто, это просто бич, самый настоящий бич земляники. Ну, клещ, конечно, многие болезни, но нематода есть большая проблема. Одним из наиболее простых легких способов избавления земляники от нематоды является, конечно же, прогревание. Для этого воду с температурой 45-55 градусов и контролировать ее обязательно, потому что при более низкой температуре не сработает способ, а при более высокой можно повредить растение. Поэтому контроль абсолютно необходим, и вы помещаете растение, такое полностью освобожденное от почвы, в такую воду и держите там ровно 20 минут. Для того, чтобы усилить защиту не только от нематоды, но и от болезней, я обязательно сюда добавлю. Толпачок препарата бактоген. Вы можете добавлять также другие препараты на основе сеной палочки. Но я очень люблю бактоген, поэтому я буду его использовать. Поскольку это сенная палочка, споры сенной палочки, которых в таком препарате море просто огромное количество, не погибнут при вот таком вот нахождении в горячей воде. В принципе, сенная палочка выдерживает даже кратковременное, до 10 минут, точно 100% до 10 минут, а некоторые штаммы и дольше, кипячение. Поэтому абсолютно никакого вреда здесь сенной палочки не будет. Она заселит листья, она заселит корни, эта эндофитная бактерия проникнет внутрь и будет защищать долго-долго-долго наши растения. Кроме того, она обладает и стимулирующим рост растения эффектом. Поэтому особенно при поздних посадках очень желательно использовать такие препараты на основе сенной палочки, а также на основе дружественных псевдомонат, например, препарат стимул. Тоже очень хорошо использовать для таких целей. После 20 минут выдержки можно приступать к посадке. Посадка ведется таким образом, чтобы ни в коем случае не заглубить корневую шейку и не заглубить вот эти вот зеленые рожки. При заглублении земляника начинает страдать, подгнивать. Она очень плохо переносит заглубление. Наружу, чтобы корни тоже надо сажать, чтобы не торчали. Почему? Потому что в этом случае будет подмерзание и все нехорошие эффекты, связанные с повреждением холодом таких вот деляночек. При посадке необходимо помнить, что корни не должны загибаться, они должны равномерно распределяться в ямке, и не должны вот так вот. То есть ямочка должна быть хорошего, нормального размера, чтобы корни там располагались вполне равномерно. При перекопке я делал такую легкую перекопку грядки, а в грядке у меня в позапрошлом году рос чеснок, в этом году росла зелень, и вот у меня тут даже рядочек петрушки остался, он делит нашу, эту деляночку пополам, поэтому на этой грядке я размещу вот по сортам, буду хорошо помнить, где у меня что сидит. Я при перекопке внес сюда стандартное комплексное удобрение, и азот, и фосфор, и калий. Все это сейчас, в начале сентября, очень необходимо землянике для того, чтобы как следует укорениться и насытиться все еще питательными веществами. И вообще земляника, надо помнить, она основное питание требует после окончания плодоношения, а не весной. Весной это скорая помощь, забыли внести осенью фосфор, внесли весной, но по специальному методу. Посмотрите у нас на канале обязательно, как мы это делаем на примере земляники. Кроме того, в лунки при посадке я буду вносить один секретный компонент. При этом очень доступный. Это бархатцы. При заготовке бархатцев для получения стойки, для зрения, для укрепления зрения, остаются вот такие вот цветочки без лепестков. Лепестки удаляются вот таким вот образом, удаляются и для высушивания, и для использования в свежем виде. А вот эта вот чашечка остается, и внутри остаются также завязи. Вот такие вот штучки у нас получаются. Они наполнены биологически активными веществами, которые в том числе отпугивающе действуют на многих вредителей, а также очень важно на нематуду. Поэтому небольшое количество, буквально там 5-6 штучек, вот этих вот чашечек цветков без лепестков бархатцев, я буду закладывать в лунку. Если у вас есть бархатцы, вы, например, можете удалить несколько растений или специально, может, для каких-то таких целей выращиваете, порубите буквально лопатой растения и закопайте сразу же непосредственно в эти гряды. Ну, можете, опять же, не в лунки добавлять эти цветки, можете добавлять их при перекопке непосредственно в гряды. Ну, я в луночке, чтобы эффект был такой более крепкий. То есть можно брать всю зеленую массу, можно брать цветки, то есть абсолютно любые части бархатцев для того, чтобы оздоровить почву и улучшить приживаемость земляники и предохранить ее от быстрого заражения нематодой. Что ж, приступаем к посадке. Сама по себе технология посадки земляники проста и незатейлива. Как я сказал, буду копать адекватной глубины ямку, забрасываю туда 5-6 растений бархатцев, прикрываю сверху землей и затем высаживаю растения таким образом, чтобы корни не подгибались, но в то же время, чтобы рожки оставались сверху, для того, чтобы не произошло заглубление корневой шейки. Если влаги у вас даже в сентябре в почве по-прежнему не хватает, в этом случае есть смысл пролить лунку тем раствором, в котором мы проводили протравливание, избавление от нематоды. Либо же вы можете просто развести бактоген или другой препарат на основе сенной палочки и пролить им лунки. Но полив после посадки является абсолютно необходимым. Это связано с тем, что корни должны быть как следует прижаты почвой, чтобы там не было воздушных каких-то полостей. И как раз полив поможет справиться с этой проблемой. Это существенно улучшает приживаемость земляники. Земляника очень хорошо дружит с растениями семейства луковых. В принципе, не секрет, что совместные посадки земляники и чеснока являются благоприятными друг для друга. Вот у меня здесь есть вот такие вот чесночки-однозубки. Это потомство бульбочек, воздушных луковичек, которые снимаются с чеснока с целью оздоровления посадочного материала. В первый год вырастают вот такие вот однозубки. Поэтому вдоль посадок клубники я обязательно рассажу вот эти вот самые однозубки. Для того, чтобы они защищали клубнику от комплекса заболеваний, а также от вредителей. Кроме того, здесь я также высажу вот такой вот многолетний лук-батун. Дело в том, что он также является очень дружественным землянике. Он вполне вписывается в ту технологию, которая используется для ухода за этими растениями. И подкормки, и поливы, и все остальное будет очень хорошо влиять также на урожайность пера лука-батуна. Единственное, что даже те, кто скашивают всю листву в августе месяце у земляники, хотя это довольно абсурдное мероприятие, оно хорошо только в тех случаях, когда у вас имеется тотальное заражение, поражение болезнями и вредителями ваших посадок. Но если ваши посадки находятся в удовлетворительном фитосанитарном состоянии, скашивать эту листву абсолютно нецелесообразно. Она будет постепенно отмирать самостоятельно, будет формировать такой слой естественной мульчи, и вместо нее будет нарастать новая масса листьев. Ведь листья являются питанием для земляники. Замечено, что на посадках, где скашивание не проводилось, урожайность увеличивается до 20%, а сроки наступления плодоношения становятся раньше до 10 дней. Поэтому, ну, даже если вы являетесь адептом, поклонником такого способа ухода за земляникой, то в этом случае в августе месяце лук-батун, скашивание лука-батуна не принесет ему существенного вреда, и можно вполне его вписать сюда, в эту посадку. Но, разумеется, что в случае смешанных посадок не стоит использовать гербицидные препараты для борьбы с сорняками, потому что луковые культуры будут чувствительны к этим гербицидам. Ну и вообще гербициды не самое лучшее для того, чтобы выращивать землянику для собственного потребления, тем более для детей. После того, как я завершу здесь посадку, я отмаркирую рядочки и подпишу сорта. Мне любопытно, какой из четырех сортов покажет наилучшие результаты на этом участке. Здесь такая же история, как с картошкой. Можно рекомендовать какие угодно сорта, что вот они прекрасные, хорошие, но в каждом конкретном участке, в каждых конкретных условиях лучшим окажется какой-то свой собственный сорт, который может быть у соседа вовсе и нехороший. Уход и так далее, поливы, все остальное прочее определяют, какой сорт у вас окажется лучше. Ну и, конечно же, очень хорошим способом ухода за земляникой является мульчирование посадок. Для мульчирования я буду использовать самые обыкновенные опилки. Можете брать более крупные, более мелкие, но они замечательно подходят для того, чтобы создать необходимый микроклимат для земляники. Не жалейте опилки, даже если они будут немножечко прикрывать рожки, это ничего страшного. Земляника от такого мульчирования рожков опилками не пострадает. Только помните, что на будущий год, не в год посадки, а на будущий год, вам необходимо здесь сделать хорошую азотную подкормку, для того, чтобы скомпенсировать потери азота на потребление их той микрофлорой, которая будет разлагать эти опилки. Весной сюда лучше всего по этим опилкам внести препарат триходермы, который будет дополнительной защитой ваших посадок. Что ж, о других уходных работах смотрите в наших выпусках, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. На этом я прощаюсь с вами, всего хорошего! Ну, а для тех, кто досмотрел это видео до конца, несколько бонусов в конце. Первый бонус – это то, что цветки космеи и зелень космеи обладают не менее ценными свойствами, чем тагетис. Заделка в почву зелени космеи, цветков космеи, даже отсветших является очень оздоравливающим и благоприятным для восстановления почвы и для отпугивания, в том числе, нематоды. Поэтому, пожалуйста, если у вас нету тагетиса, но есть космея, вы вполне можете использовать эти растения для тех же целей. Второй бонус касается того, что если вы свои посадки земляники сделали в более оптимальные сроки, в августе, может быть, даже в конце июля, то совсем не поздно все вот эти мероприятия, о которых я вам рассказал, выполнить и сейчас. Просто подкопайте небольшое количество зелени тагетиса, цветков, отсветших каких угодно под вашу землянику и тем самым вы очень хорошо оздоровите ваши посадки. Буквально горсть, две на несколько растений, подкопайте вот этой зелени измельченной, и это будет очень хорошо. И еще один совет я вам дам. Ни в коем случае не используйте для подкормки земляники аммиачные растворы. Это очень сильный и быстрый азот. Вот земляника в этом случае будет жировать. Некоторые совершенно зря радуются, что вот, мол, какая у меня прекрасная земляника клубника. В колено листья огромные, как лопухи. Однако же это обязательно скажется на ее продуктивности. Она уйдет в сторону вегетативного развития и перестанет давать хороший урожай. Используйте азотное удобрение только осторожно, с толком, и именно тогда, когда это необходимо. А именно в период после окончания плодоношения и примерно до конца августа, до середины сентября, если осень ожидается теплой. В весенний период и в летний период использовать азотное удобрение практически не стоит. И это скажется на переходе в вегетативный рост, на превалирование вегетативного роста перед цветением и плодоношением. Разве что для ремонтантных сортов земляники требуются умеренные азотные подкормки после каждой волны плодоношения. Что такое умеренные? Столовая ложка мочевины или любой селитры на ведро воды и одно ведро на квадратный метр посадок. Вот это будет очень хорошим способом. И еще вам скажу, что не существует никаких женских и мужских растений земляники. Все это из разряда садоводческих мифов. Если интересно, можем поговорить об этом более подробно об этих мифах и заблуждениях. На этом я уж точно прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин